Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Короткие юбки, надевают каблуки, выходят и понимают, что как-то они уже не вписываются в современные стандарты красоты. А вот что делать, чтобы быстро привести себя в форму, буквально, вот, я не знаю, за один месяц? Возможно такое? Нет. Нет? Нет? Все, надежда угасла прямо сейчас с первых слов. Но ничего, зато мы сейчас расскажем, как все это возможно. И за сколько, да. Ну, надо понимать, что вопрос в том, в какой форме подходит человек к своим тренировкам. Если он действительно набрал десятки лишних килограммов, либо вообще никогда не занимался, либо у него уже приобретены, либо врожденные проблемы со здоровьем, о быстрой форме не стоит мечтать. На самом деле, это самая большая проблема многих людей, которые на таком яром энтузиазме, после Нового года, собрав остатки денег, которые остались после застолья, подарков друзьям, коллегам и родственникам, они бегут покупать абонемент. А почему они покупают абонемент в январе? Во-первых, это психологическая точка отправления, что до лета осталось 4-5 месяцев, можно подготовиться. Но самое главное, в январе фитнес-клубы, это сейчас инсайдерскую информацию раскрываю, фитнес-клубы делают хорошие скидки в январе. И вот они бегут, покупают эту карту с хорошей скидкой в надежде, в том числе, максимально быстро привести себя в форму. Но в том-то и дело, что наш организм это не шарик, его нельзя надуть, сдуть, надуть, сдуть. И если вы тем более никогда не занимались, или у вас, как я сказал ранее, есть какие-то проблемы со здоровьем, либо действительно лишний вес, результат будет не такой быстрый, как вы думаете. Почему? Потому что ваш организм нужно ввести в тренировочную форму. Если вы вообще никогда не занимались, вам надо разучить технику выполнения тех или иных упражнений, чтобы не получить травмы со стороны позвоночника, суставов, сухожилий. Не перегрузить сердечно-сосудистую систему, то есть и так далее, и так далее, и так далее. И когда меня новый клиент спрашивает, через сколько будет четко выраженный результат, я говорю, что не ранее, чем через три месяца регулярных тренировок. Вот, Валерия, ты еще успеешь. Не льстите себе, и я даже могу сразу сказать, забегая вперед, не нужно ни в коем случае форсировать события, применяя, например, те же жиросжигатели или карнитин и прочие добавки. Потому что наш организм, еще раз повторю, это не шарик, он должен постепенно входить в новое состояние, в новый тренировочный ритм. Потому что чем интенсивнее вы себя в самом начале нагрузите, тем выше вероятность, что через 2-3 недели вы перестанете ходить вообще. Воля кончится, и все. Дело не в этом. У вас будут постоянные мышечные боли. Да. У вас не будет четко выраженного результата, потому что организм не успевает так быстро избавляться от лишних килограммов. Вы подходите к зеркалу, у вас все болит, думаете, нафига мне все это надо. Съем я сельдерей, и, может быть, поможет. Мне кажется, он видит меня насквозь. Он смотрит на меня и говорит все то, чем я живу все время, когда пытаюсь подойти к спорту. А правда ли, что человеку, у которого 10 или 15 лишних килограммов, легче сбросить эти килограммы, чем человеку, у которого, допустим, 5 лишних килограммов? Есть понятие пропорции. Действительно, чем больше лишнего веса у человека, тем поначалу он худеет быстрее. Но в пропорциональном соотношении примерно получается оно и то же. Я как тренер реалити-шоу «Свадимный размер», где мы с Аней Тецой помогали худеть семейным парам, которые после нескольких лет супружеской жизни их разнесло. И вот наша задача сделать так, чтобы они похудели. Так вот, у нас был один герой, который к нам пришел с весом, внимание, 192 килограмма. Он пришел с женой, его жена привела, причем у него супруга сама за сотку весила. Он, правда, высокий, он почти 2 метра, но представьте себе, 192 килограмма. Бедные колени, да. У нас, да, там все. На самом деле, чтобы вы понимали, ожирение – это ведь не только эстетическая проблема. Ожирение – это огромные проблемы со здоровьем. Это проблемы с печенью, это, естественно, гипертония уже. Это, вот как у нашего героя, была такая проблема, как обструктивная пноя сна. Что это такое? Это задержки дыхания во время сна. Мы ему, ему 29 лет, мы ему проводили сомнологическое исследование. Так вот, по его результатам, он, внимание, из 7 часов сна не дышал 3. То есть, такие люди действительно часто просто не просыпаются, потому что они задыхаются во сне. То есть, у него целый букет проблем, преддиабет, который спровоцировал ожирение. Так вот, к вопросу, насколько сильно он похудел? Мы, это первый был герой, единственный герой, которому мы дали не 2, а 3 месяца участия в проекте. Так вот, он у нас за 3 месяца съемок похудел, внимание, на 46 килограммов. Из них, по результатам биоэмпендантной метрии, это такой метод исследования, когда изучается весь состав тела, он потерял, внимание, 15 литров воды. То есть, это к вопросу, почему более толстые люди худеют быстрее, у них воды больше. 20 килограммов чистого жира. Но он пахал, как папа Карло. То есть, он ходил на тренировки, у него была, у нас же диетолог Ксения Селезнева, он строго соблюдал диету. И на финале нашего проекта он пришел уже, получается, в районе 146 килограммов. Но это какое рвение и какое желание. Но у него, простите, какая была мотивация? Не задохнуться. Это в 29 лет. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, действительно, люди худеют быстрее на первых этапах, потом вот эти несчастные 5-10 килограммов уже уходят месяцами, и это тоже нормально. И здесь как раз нужно проявить недюжие рвение, терпение, усидчивость, чтобы дотерпеть и дойти до нужной заданной вам точки, цели, формы. Как вы хотите, так и проецируйте. Главное, вот не расстраивайтесь, если у вас каждый месяц не уходит по 10 килограммов. Но такого быть не может, в принципе, априори. Наш организм не может так быстро избавляться от этой самой жировой массы тела. Ну и, кстати, мышцы тоже не растут так быстро, как хотелось бы. Ну, за сколько примерно можно стать мышцастым, потому что нас могут смотреть, слушать, ребята молодые. Субтильная, субтильная аудитория, привет. Ну, смотрите, опять, если человек вообще никогда не занимался, в среднем за полгода, если совсем новичок, можно набрать до 10 килограммов мышечной массы. За полгода? Да, нормально. Такой эффект достигается за счет так называемого эффекта первичной адаптации. Что это такое? Собственно, люди поэтому так и худеют, когда только-только начинают заниматься. Первичная адаптация – это когда организм попадает в состояние сильного стресса. Для него тренировки – это новый стресс. И он к нему начинает быстро адаптироваться. Мы даем отягощение. Ответом на вот эту нагрузку в виде отягощения является что? Рост мышц. И организм быстро-быстро адаптируется к новому состоянию. А потом в какой-то момент возникает так называемый эффект застоя, плато, как угодно его, стагнация можно назвать. Потому что организм уже понял, что как бы для него это нормальное состояние. Адаптировался. Адаптировался. И вот тут-то начинается что? Проблема с набором мышечной массы. Тут-то начинается у нас песня, друзья, после которой мы вернемся. Эдуард Каневский в гостях у «Страны ФМ». Не переключайтесь. Лучшее в стране. Дамы и господа, Эдуард Каневский в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Это не только фитнес-эксперт, это еще и писатель. Посмотрите, у нас здесь представлена книга. Эдуарда «Хватит жрать и лениться». Ну, расскажи, да, что уж. Как такое название пришло тебе в голову? Ну, я, наверное, скажу, что не мне оно пришло в голову, а скорее маркетологам издательства, потому что, естественно, они делают ставку на продажи. Это все-таки бизнес. Мне название не очень нравится, собственно, как и обложка. Но им виднее. И книга действительно очень хорошо продается. Продано больше 70% первого тиража. Но я думаю, что будет переиздание данного произведения моего труда. Что это за книга? В этой книге я собрал, скажем так, какая-то квинтенсенция моей 15-летней карьеры именно как персонального тренера. Хотя здесь я, конечно, рассказываю про проекты и на тех каналах, где я снимался, и про Аниту Цойс, которой я в том числе работал как персональный тренер. Привет, Анита Сергеевна, привет. Но смысл книги следующий. Когда я начал сниматься на федеральных каналах, мне стали писать со всей страны. Там, Эдуард, подскажите, как тренироваться. И стали жаловаться, что в нашей стране, и это действительно правда, это не Москва, вся страна, да, у нас есть Москва, есть вся страна, как многие прикалываются. Есть Питер, есть крупные города. В регионах очень серьезная проблема. С фитнес-клубами, если таковые есть, то они очень дорогие. С квалифицированным персоналом, даже с доступностью оборудования. Более того, во многих, знаете, на таких деревнях даже нет спортплощадок во дворах, школьных дворах. Только огороды, да. Да, только огороды. И люди меня спрашивают, а как заниматься? Вот, собственно, для таких людей я написал книгу. Здесь большой блок о домашних тренировках, где вы не используете вообще никакого специализированного оборудования. То есть вы открыли книгу. Моя книга – это как учебник. А. Как тренироваться? Каких врачей посетить, чтобы исключить проблемы со здоровьем? У меня огромный блок – это кулинария. То есть что есть, что не есть. Порядка 20 рецептов, которые вы можете использовать. Но самый, конечно, большой блок – это упражнения в домашних условиях. Более того, там есть парные упражнения. И моделью в моей книге выступила четвертая супруга Дмитрия Деброва, Полина Деброва, которая, будучи мамой троих детей, в прекрасной форме. И она, кстати говоря, находит время на то, чтобы позаниматься собой. Слушай, я хотела спросить. А вот, получается, приобретаешь эту книгу и все, не нуждаешься больше в тренере? Или сам себе тренер прям от и до и может довести себя до идеальной фигуры? Ну, понятие идеальной фигуры, как и понятие формы для всех разное. Понятно, что если люди хотят более серьезного результата, им уже нужно специализированное оборудование. Это скорее такой аналог более серьезной зарядки. Безусловно, собственным весом можно добиться хороших результатов. Но я повторюсь, если все-таки вы хотите шагать дальше, нужно будет немножко заморочиться, либо уже искать тренажерный зал, либо какую-то студию. Безусловно, книга не панацея. И даже как бы четко я не пытался описать то или иное упражнение, если люди элементарно путаются в собственных членах организма, они все равно не смогут грамотно спроецировать, правильно они выполняют то или иное упражнение или нет. Именно по этой самой причине плохо работают мобильные приложения, плохо работают интернет-источники, потому что очень сложно понять, правильно ты делаешь или нет. Я постарался максимально подробно описать каждое упражнение в книге, и чтобы люди понимали, что вот колено — это здесь, голень здесь, что вы делаете упражнение правильно. Надеюсь, что так и происходит. Но я получаю отзывы со всей страны, моя книга продается по всей стране, и действительно люди уже худеют с помощью моего труда, и это здорово. Но я знаю, что ты не просто так ее сегодня принес, чтобы мы ее показали и, так сказать, похвастались. Ты готов разыграть ее между наших слушателей и зрителей. Совершенно верно. А что нужно будет сделать? Будет вопрос, друзья, от Эдуарда. Правильно отвечаете, присылаете номер на 8909-928-189-9, смс ватсап вайбер, и забираете книгу. Готов ты озвучить вопрос? Да, вопрос будет, четыре варианта ответов. Итак, какое упражнение пришло к нам от американского спецназа? И это движение, ну, практически никто не любит, кто его хотя бы раз пробовал. И четыре варианта ответов. Пусть это будет подъем-переворот, планка, динамическая планка и бёрпи. Вот так вот. И давайте, да, какой по счету правильный ответ возьмем? Ну, третий. Давайте третий, да, потому что три очень хорошее число. Я, кстати, знаю, что люди, которые читают твою книгу, которые вообще с тобой на связи постоянно, имеют возможность получить твою консультацию на твоем сайте, да? То есть ты отвечаешь на вопросы, если тебе кажется, что действительно у человека ситуация тупиковая, ему нужно помочь. Ну, я не буду врать, у меня не всегда есть на это время. И когда мне человек пишет сразу, выдает характеристики, чуть ли не с фотографиями, и пишет мне, помогите похудеть, я пишу, что я не консультирую онлайн, просто потому что у меня физически нет на это времени. Но вы знаете, у меня тут была недавно забавная история. Сейчас наш проект, вот свадебный размер, показывают Белоруссию. И мне стали писать часто из Белоруссии. И вот она, девушка, написала, что, мол, вот, Эдуард, помогите. На что я отвечаю, говорю, вы знаете, к сожалению, не могу чисто физически... Это в записи. Да, да. Да, это в записи. Но я специально для таких, как вы, написал книгу. На что она мне отвечает, и что, что вы написали книгу? Значит, дорвались до телека, до простых людей вам нет времени. Я... Удалить. Ну, просто, ну, некрасиво ведь. Ну, конечно, времени на все не хватает, естественно, тем более, что если есть возможность почитать книгу. А, Эдуард, а вот такой вопрос. Времени обычно не хватает, но у нас же сейчас есть эфирное время. Если во время нашей программы кто-то задаст интересный вопрос по поводу того, что, ну, вот, борется там с лишними килограммами и никак дальше не получается пройти, проконсультируем его в прямом мире? Да, конечно, пожалуйста. Поэтому я хотела бы назвать наши координаты. vk.com.slash.stran.fm. Пост закреплен в самом верху. Пожалуйста, комментируйте. Если интересный вопрос, будем на него отвечать. А также 8909-928-189, 9, WhatsApp, Fiber, SMS. Я смотрю, там приходят уже вовсю правильные и неправильные ответы. Я хотел спросить, ну, вопросы мы задали, ответы приходят. Сам ты как тренируешься? На себя ты находишь время? Да, конечно, нахожу регулярно. Если там более-менее график свободный, это до 6 раз в неделю, по часу, строго по часу. 6 раз в неделю. Ну, а мне нравится, я же кайфую от этого. Мне спорт дал все, начиная со здоровья, заканчивая карьерой. Поэтому я не могу его бросить. И все-таки, наверное, в свои 35 я и себя чувствую хорошо, да и выгляжу неплохо. Когда совсем все плохо в плане времени, особенно когда идут съемки, ну, хотя бы 3 раза в неделю, по часу я, безусловно, нахожу. Просто я делаю акцент на так называемые базовые упражнения. Это движение, где одновременно работает большой мышечный массив. То есть можно сделать 2-3 упражнения, и, в принципе, ты позанимался. Не нужно там изгаляться и работать на какие-то мелкие мышечные группы. То же упражнение, которое мы сегодня, то есть, которое является правильным ответом на мой вопрос, является, по сути, уникальным, потому что там работает большой пласт мускулатуры. Его можно сделать на количество раз и, в принципе, свободен. Слушай, а ты вот сказал, что у тебя есть целый раздел с рецептами. А ты сам готовишь? Вообще не готовишь. Вообще не готовишь? Откуда ты взял эти рецепты? Мне помогла моя супруга, она прекрасно готовит. Я попросил ее помочь, потому что она экспериментирует. Поэтому это ее рецепты. Но советы по диетологии, безусловно, мои. Слушай, а как у вас семья распределяется? То есть ты приходишь и говоришь, так, семья, планерка, и говоришь, на этой неделе белков нам нужно столько-то. Нет, 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 мы не заворачиваемся. Мой девиз – фитнес без абсорда. Я не вижу смысла настолько сильно заморачиваться, потому что как только человека загоняешь в какие-то жесткие рамки, он начинает звереть. И это видно по моим клиентам. Средний статистический клиент, он не готов жить так, как живу я. Что касается моей семьи, ну, к сожалению, я работаю иногда по 80 часов в неделю, поэтому я скорее прихожу домой поспать, эвакуировать контейнеры с едой из холодильника и опять выдвигаться либо на съемки, либо на работу на основную. А вот тренировки у вас совместные? Вы вместе ходите в спортзал? Нет, к сожалению, так как у нас все-таки ребенок, 6 лет, пока в саде ходит, супруга работает, она занимается рядом с домом, ей купил абонемент, потому что ездить туда, куда я езжу, это минус полтора-два часа в день. Время, к сожалению, то, чего не хватает всем. Да, друзья, временно, на разговоры хотелось бы больше, но сделаем небольшую паузу, а потом продолжим. Ах, какой волнительный момент! Я напоминаю, в гостях у нас фитнес-эксперт, тренер-звезд шоу-бизнеса, телерадиоведущий Эдуард Каневский и, конечно же, наш Роман Шахов, который всегда пребывает в идеальной практически спортивной форме. Так он тебе говорит. Взять мастер-класс. Да, что мы сейчас делаем, Эдуард, рассказывай. Как это называется и можно ли это повторять без подготовки? Повторять без подготовки, наверное, не стоит, но попробовать можно, особенно если у вас с супругой или с супругом наладился, точнее, не наладился какой-то, короче, появился раскол в отношениях, и есть способ, ну, не то чтобы показать, кто доминирует, просто заниматься вместе, чтобы такая тренировка стала интереснее. Движение называется парная планка. Так, давай. На самом деле я рекомендую его использовать продвинутым, потому что нагрузка сейчас будет лично на мне в виде... Сколько ты весишь? Ну, килограммов 85, наверное. Вот, как я. То есть на мне сейчас будет располагаться 85 дополнительных килограммов. Итак, парная планка для двоих. Барабанный дроид, пожалуйста, если есть. Давайте, да, Валерия, ты барабань. Я просто, я затаив дыхание смотрю и думаю, как хорошо, что я вот не вызвалась, потому что я бы, наверное... Друзья, если вам понравится, если вы захотите, чтобы мы с Валерией потом это все делали в эфире Страны ФМ, напишите. Не надо, нет, не надо. 8-909-9-2-8-1-89-9. Я хотел сказать, что партнер, но на самом деле правильно напарник. Напарник, да. Напарник номер один принимает классическое положение в планке на локтях. Напарник номер два делает все то же самое, только на мне. Поехали. Ой-ой-ой. Так. Встаем так. Ой-ой-ой, акробатический номер. Прекрасно. И замерли. Дорогие друзья, вы смотрите и слушаете Страну ФМ. Ноги не прямые у него, но он держит. Выпрямляем ноги. Да-да-да. Все. Планка – это когда ноги, корпус, воду, прямой линию. Прекрасный вес 85 килограммов. С подогревом прям все хорошо. Я хочу сказать, что такого в нашем эфире еще не было. Как вы себя чувствуете? Ну, Роман-то понятно. Прекрасно вообще слушаем. Роман-то понятно. А вот и Эдуард. Эдуард, расскажи. Я здесь, я чувствую себя прекрасно. Планка для меня не самая сложная упражнение. Хотя, конечно, 85 килограммов сверху ощущается. Сколько надо готовиться, чтобы вот так же держаться, как ты? Я думаю, что когда человек научится стоять 3-4 минуты нон-стоп, он может попробовать взять на себя какого-нибудь человека. Все. Вот, между прочим, да. А меня заклинило. Все. Эдуард Каневский. Не надо так шутить. Я, между прочим, вот сейчас даже воспользовалась телефоном Эдуарда, с его разрешения, чтобы прямую трансляцию ввести в его же Инстаграм. И тут огромное количество отзывов. Кто-то смеется, кто пишет. Что происходит у вас, ребят? Это парная планка. Это фитнес, ребят. Какие мышцы она развивает? Расскажи сразу. Планка, в первую очередь, это упражнение для мышц брюшного пресса. Это прямая мышца живота, это косые мышцы живота, и это квадратные мышцы поясницы, которые тоже относятся к мышцам брюшного пресса. Безусловно, в статике у вас очень хорошо работают грудные мышцы, мышцы рук и, естественно, мышцы спины. Ноги тоже вовлекаются в работу. Но нужно понимать, что планка не является тем уникальным упражнением, которому приписывают волшебные свойства, что делаешь только планку, и ты через месяц Аполлон. Ни в коем случае. Полноценно развитая фигура – это целый комплекс сложных упражнений. Так, у тебя там написано в книге про эти упражнения? Мы не работаем с отягощением, но планка у меня есть, в том числе парная. Дорогие друзья, мы сейчас… Все, проходи. Мы сейчас посмотрим, значит, что еще интересного нам присылают на номер 8-909-9-281-89-9. А я тебе сейчас подам даже телефон, вот я раздаю телефон. Это тебе, а это Эдуарду, да, чтобы вот… Давайте узнаем, друзья, какой вопрос написали Эдуарду. Добрый день, пишет человек, который не подписался. Посоветуйте, пожалуйста, как сохранить настрой на тренировку на несколько месяцев, если ничего не получается. Вот интересно, что значит ничего не получается. Вообще ничего. Дошел до зала, развернулся, ушел. Да, не, ну правда, вот давайте я скажу человеку без подписи, что я его понимаю как никто, потому что у меня тоже так бывает, я дыхожу. И должно же в какой-то момент открыться второе дыхание, да, то есть вот этот прилив сил, энергии. А ты прыгаешь, прыгаешь и понимаешь, что энергии все меньше, и ты плачешь и уходишь просто настричь у заката. Ну нет эффекта того, получается. Но я думаю, что там, скорее всего, речь идет о том, что человек занимается уже достаточно давно, вот у него вышеупомянутая стагнация, то есть у него встал результат, и вот он два месяца бьется, 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 и у него ничего не получается. А здесь поможет такой метод, называется периодизация тренировочного процесса. То есть нужно радикально поменять подход к тренировкам. Штангу поменять на гантели, если вы там, допустим, работали в режиме 3 по 12, попробуйте поработать в режиме 3 по 20. Либо поработать с большим отягощением на 6 повторений. То есть нужно дать стресс, к которому организм еще не привык. Это называется периодизация тренировочного процесса. Скажи, важна ли зарядка с утра? Я категорически против зарядки, объясню почему. Потому что если мы, допустим, оно дело детьми, когда нас там выгоняли в том же садике, утром мы хотя бы бегали, разминались, в рамках квартиры, когда человек достаточно взрослый, и он начинает делать на холодные мышцы, на холодные сухожилия резкие какие-то рывковые движения, можно получить микротравму. Поэтому зарядка как таковая, достаточно бестолковое занятие. Лучше дойти до клуба и полноценный час позаниматься. Все-таки я за специализированные тренировки. А в какое время лучше идти в клуб? Хороший вопрос. На него тоже отвечу. Если речь идет о том, что вы хотите набрать мышечную массу, заниматься лучше в первые половины дня. Почему? Потому что после ночного отдыха в нашей крови как можно больше нужных нам гормонов, в частности тестостерона. К вечеру его уровень, естественно, снижается. А вот кардио делать, если вы хотите именно похудеть за счет снижения жировой массы тела, лучше перед сном. Почему? Потому что вы потренировались, дальше вы употребили какой-то высокобелковый продукт и вы ложитесь и спите, и ночью интенсивнее худеете. Если вы делаете кардио с утра, у вас еще целый день вы можете сорваться на печенье, там, я не знаю, на макароны, просто стресс, просто либо голодаете. И вы нивелируете эффект от утреннего кардио. А что касается еды на ночь, вот очень важный вопрос. Макароны, да. Ни в коем случае. А что можно есть на ночь? Если все-таки люди более-менее следят за своей фигурой, то вечерний прием пищи, во-первых, часа за два до сна. Во-вторых, это уже высокобелковые продукты с пониженным содержанием углеводов и жиров. Как правило, кто-то есть творог, кто-то есть куриные грудки с овощами, кто-то есть нежирные сорта рыбы, птицы, мясо. Бодибилдеры очень любят давиться яичными белками. 10-15 яичных белков за раз. Желтки, естественно, выкидывают. Просто белок – это единственный так называемый макронутриент, который в избытке не превращается в жир. Собственно, в этом его особенность, которой и надо пользоваться. Углеводы на ночь – это 100% прибавление веса тела. Углеводы, получается, надо утром. Белок? Утро, день, можно, если у вас поздно ложить, можно и вечером. Опять, нужно понимать, зачем вам углеводы. Как баловство – один разговор. Если у вас активная мозговая работа, то, конечно, опять, это не значит, что нужно съесть плитку шоколада. Можно взять вот эти маленькие, знаете, квадратики, когда вот в салон приезжаешь, автомобильный, такой маленький квадратики тебе дают, вроде как сервис. Вот такого кусочка вполне достаточно. Рассасывайте под языком, и все. А пачка пастилы, извините, это уже перебор. Слушайте, ну говорили же, что пастила и зефир – это вообще безобидные слова. Конечно, это как фитнес-овсяное печенье. В обычном овсяном печенье 70 углеводов, а в фитнесе 67. И, конечно, сразу похудеешь на глазах. Ну, на 3 калории меньше. Эд, скажи, надо ли считать углеводы, белки, вот это жиры в течение дня заморачиваться? Это называется БЖУ. БЖУ, да. Я рекомендую применять БЖУ только тем, кто действительно занимается с целью просушиться в первую очередь. Обычно БЖУ считают ребята, которые выступают по пляжному бодибилдингу, девчонки выступающие. У профессионалов уже практически. Да, почему нет? Потому что опять, как только вы начинаете очень сильно заморачиваться, в какой-то момент вы просто, ну, утомитесь. Потому что если у вас, там, дети, работы, здесь я брал, вам нужно с утра взвесить эту кашу, несчастно 120 граммов или белков, ну, вы просто с ума сойдете. Либо вы нанимаете специально обученного человека, либо, например, вы переходите к сервисам готовой еды. Сейчас есть такие направления, мы не будем рекламировать. Но опять, это зависит от ваших целей и задач. Мой совет, если вы раньше никогда не занимались поэтапно, постепенно, сначала просто прочувствуйте свое тело, продышитесь, поймите, что вы, в принципе, что-то можете. Но уже потом, когда, знаете, как очень многие клиенты, они приходят, они даже не знают, чего они могут добиться. А через 2-3 месяца у них уже вырисовывается картинка. Сначала эскиз, а потом мы пишем портрет, а не наоборот. Здесь то же самое. Втянитесь в процесс, получите кайф от этого. А потом будут бжу, кубики, ягодицы, как и бразильский орех и так далее. Хороший, как и мотиватор. А пока вы представляете, какие у вас могут быть кубики. Ягодицы. Да, мы сделаем маленькую паузу, а потом вернемся. Дамы и господа, Эдуард Каневский по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Знаю, что многие из вас смотрят с вожделением на книгу Эдуарда «Хватит жрать и лениться». Но кто-то ее получает абсолютно бесплатно, потому что умеет правильно отвечать на интересные вопросы. Давайте повторим вопрос. Итак, какое упражнение к нам пришло от американского спецназа, которое никто не любит делать, даже я, будучи тренированным человеком, Итак, варианты ответов. Становая тяга, планка, бёрпи, динамическая планка. И мы говорили, что третий человек, который пришлет нам правильный ответ, заберет эту книгу себе. Третьим стал Азиз, чей номер заканчивается на 7656 из города Королёк. Азиз, мы вас поздравляем. Когда я вас спросила, там, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, он пишет, эта типа книга достается мне, типа вам. С чем мы вас и поздравляем. Ну, кстати, правильный-то ответ мы должны же все кстати. А, я не сказала? Да, не сказала. Конечно же, правильный ответ — бёрпи. Вот так вот. А скажите, а как это выглядит в этом упражнении? Только не просите опять показывать. Нет, показывать нет, просто по словам. В интернете можно, да, посмотреть. Ну, по сути, многие, когда говорят про бёрпи, считают, что это упал, отжался, резко подпрыгнул и сделал хлопок над головой. Действительно, это так. Просто у правильного бёрпи, особенно из кроссфит, там есть ряд особенностей. Это нужно правильно лечь полностью, коснуться грудной клетки пола. И выходить нужно не как отжимания, а волной. То есть вы сначала выпрямляете руки, переходите на колени, потом возвращаетесь на стопы. И прыжок должен быть коротким, быстрым, и хлопок короткий за головой. Потому что бёрпи в кроссфит — это высокоскоростное упражнение. Его никто не делает там еле-еле, душа в теле. Очень хороший норматив — это 25-30 бёрпи за минуту. Попробуйте, попробуйте, и вы поймёте, что вы его не умеете делать. Сразу скажи, как эксперт, что за мышцы там работают вообще? Мышцы работают практически все, но это высококордиционное упражнение. И оно, безусловно, даёт колоссальную нагрузку, во-первых, да и во-вторых, и в-третьих, на сердечно-сосудистую систему. То есть даже вот если сейчас кто-то из вас попробует сделать 10 бёрпи подряд, у вас будет ощущение, что вы поднялись на статистическую телебашню. Потому что сердце разгоняется мгновенно. И именно по этой самой причине новичкам бёрпи нужно делать медленно, аккуратно, потому что ЧСС, частота сердечных сокращений, может доходить до 200 легко, буквально вот после 30 повторений. То есть ты встаёшь, ты просто ходишь, я не знаю, весь заведённое лицо горит, руки горят. Клёвое движение. А можно ещё один глупенький вопрос задать? А бывают упражнения вот чисто мужские и чисто женские? Нет. Это всё стереотипы и происки врагов. Не бывает женских и мужских упражнений, бывают разные режимы работы. Да, очень многие говорят, что там тренажёры сведения-разведения. В тренажёрном зале больше любят делать девочки. Действительно, хотя мужчинам ягодицы и приводящие мышцы, мышцы внутренние и поверхности бедра тоже нужно качать для гармоничного развития, хотя бы визуального. Бывают разные режимы работы. Просто если мужчины большую частью работают с отягощением, с которым они могут сделать не больше 12 повторений, то женщины работают с отягощением, с которым они делают 15, 20, 30 повторений. Такой режим работы не провоцирует избыточную гипертрофию, то есть увеличение мышечной массы, что женщинам в принципе не нужно, но при этом даёт хороший результат. Но опять сразу могу сказать по поводу стереотипов касательно тренажёрного зала, рост мышц у женщин не так, собственно, очевиден, именно потому что у них немножко другой гормональный фон. У нас тестостерон, у вас эстроген, поэтому как бы женщина ни качался, она никогда не станет похожим на мужика, просто потому что у неё другой гормональный фон. Есть одно но. Если речь идёт о тренировках без допинга, но это уже отдельная тема для разговоров. Ну мы говорим, так сказать, о чистых продуктах, без добавок из всего. Молоко, семечки. Молоко, семечки. Я знаю, что ты сейчас тоже активно готовишься к летнему сезону, и у тебя будет такой сюрприз для всех тех, кто следит за твоей работой про встречи в парках. Хотя бы намекни, да. Да, я сейчас обсуждаю с рядом директоров столичных парков проведение моих мастер-классов, причём я делаю ставку на теоретические мастер-классы, потому что основная проблема наших людей — это всё-таки незнание. Очень много информации в интернете, а моя задача — систематизировать эти знания и показать на практике в лёгком таком формате, как в кафе, можно сказать, за чашкой кофе, помочь людям, собственно, ответить на эти вопросы. Потому что в парках кто в основном гуляет? Домохозяйки, семьи. Как раз те, кто очень занят, у кого вечно нет времени. И вот как в своей книге в этих парках я буду показывать, как заниматься самостоятельно. Практические упражнения из книги будут в этих парках. Совершенно верно. Слушай, а как ты считаешь, вот тренер, он должен быть немножечко педагогом? Потому что бывает тренер, который говорит, так, делай, если человек не может, да, он говорит, ну и ну тебя, значит, ичи другого тренера. Или всё-таки тренер должен искать подход вот из разряда, если ты это не можешь делать, давай вот это попробуем. Тренер должен быть настолько грамотным, чтобы чётко понимать, что нужно именно клиенту. Очень плохой тренер тот, который клиенту навязывает свою позицию, что вот если я мастер спорта, то и ты должен через 25 лет стать мастером спорта. Тренер должен слушать клиента. В этом есть особенность именно в фитнес-индустрии. По этой самой причине тренеры, которые пришли, вот бывшие профессиональные спортсмены, которые пришли именно в фитнес-индустрию, если их не переучить, не сертифицировать, то есть не адаптировать их знания к требованиям современной фитнес-индустрии, они очень плохие тренеры. Потому что они как раз будут по умолчанию, говорят, давай работай, животное, что ты лёг. Я же работал, да. А таких тренеров убегают. Нужно всё-таки понимать, что фитнес – это и бизнес, и персональная тренировка – это коммерческая услуга. И тренер должен давать клиенту определённый уровень сервиса, тем самым создавая условия, чтобы клиент ходил дольше и получал удовольствие от его тренировок. Скажи, пожалуйста, хватает ли сейчас тренеров на всю нашу необъятную страну? На всю нашу необъятную страну дикий профицит, дефицит, путаю термины, действительно высоко квалифицированных специалистов. Заявляю об этом со всей ответственностью. Сейчас во многих клубах работают, кто не пойми зачем, люди с образованием которого общение характерно для нашей индустрии. И связано это напрямую с тем, что слишком много фитнес-клубов и очень мало организаций, которые готовят специалистов. Но зато у нас есть ты. Огромное спасибо тебе за всё то, что ты делаешь. Ходите к профессионалам, друзья. Эдуард Каневский был в гостях у Страны ФМ. Приобретайте замечательные книги. Всё. До новых встреч. Пока-пока.